Нельзя судить по одному дню или по какому-то процессуальному действию суда, потому что мы, видите, исходим из всего нашего опыта. Но вот только что прошел процесс Сенцова, 20 лет, за поджог двери, к которому он не имел никакого отношения. Вот мы как должны это оценивать, понимаете? Мы это оцениваем в разрезе нашего представления о том, как поступает суд. А не так, как в общем заранее есть какая-то аксиоматическая формула, что правосудия нет. Действительно в России нет правосудия, потому что правосудия нет там, где есть хоть один неправосудный приговор, который неисправлен вышестоящим судом. Это простая формула. У нас отсутствует система правосудия. В силу этого и отсутствует суд как независимый арбитр между обществом и государством. Что касается суда здесь, совершенно очевидно, что судьи этого Донецкого суда пытаются максимально толерантно, спокойно, интеллигентно выслушивать в сторону защиты. Я сталкивался с совершенно другими проявлениями у судей Карповым, например, об османном суде. Да, там у судей Милехина в Мосгорсуде, так сказать, один крик, унижение, оскорбление защиты и так далее. Этого здесь вообще ничего нет. Здесь процесс идет очень спокойно, выслушиваются все аргументы защиты, они не обрываются. Это пока. Мы не знаем, что будет дальше. Нам дают высказаться, дают высказаться наши подзащитные. Значит, по этим основаниям сегодня мы можем говорить, что если бы мне кто-то сказал, стоит ли делать отвод суде, я бы сказал нет. Для этого нет процессуальных оснований, понимаете. Если будут нарушаться наши права очевидным образом, а к таковым не относится отказ в наших ходатайствах, не это является основанием для заявления отвода суде по тем причинам, что он, так сказать, имеет объединительный уклон, например. Этого пока нет. Ну, вот суд, давая оценку наших ходатайств, не счел возможности их удовлетворить. Ради бога. Если же вот, например, 29-го, когда мы будем допрашивать Савченко, нам дадут возможность максимально суду представить в ее лице, конечно, в показаниях доказательства ее невиновности, дадут нам воспользоваться интерактивной картой, о которой мы говорили, дадут возможность задать максимальное число вопросов, которые прояснят всю ситуацию о событиях 17 июня и 23 июня, потому что ей вменяют и переход границ 23 июня 2014 года, то я бы считал, что суд складывается для нас благоприятно с точки зрения сугубо процессуальной. Я не предвосхищаю, каким будет в конечном итоге приговор, но я в правосудие российской не верю, понимаете. Поэтому неверие это основано не на моем просто скептическом, отрицательном отношении к суду как таковом, а на всей моей практике. То, что я видел от процесса Пусирая, это Arctic Sunrise, Развожаева, процесса Горячего и многих других. Поэтому эта интуиция меня ни разу еще, к сожалению, не подводила, но я бы хотел ошибиться в этот раз.